Агронома, у Апапа взяла большая библиотека справочная, он знал и название растений, как они называются, и их собирал, сушил, подписывал. Он любил, когда мы с мамой ездили, любил изучать расписание поездов, поезд, когда приезжает на какую станцию, любил наблюдать вот эти схемы, карты железных дорог, вообще он был очень увлеченным ребенком. Ну, конечно, больше всего он любил музыку и посвятил ей 10 лет в стенах консерватории. Первые 5 лет учился по классу свободного художника, получил диплом в 1909 году. И еще 5 лет учился как пианист и дирижер и окончательно заканчивал консерваторию в 1914 году. По окончании консерватории он выбрал конкурс пианистов, исполнил свой первый фортепианный концерт и был награжден премием Минштейна, рояля фирмы Шрёдер. Точно такой же инструмент, который находится у нас в Москве, этой же фирмы, такой же подлинный Шрёдер, благодаря ему подарен. После консерватории у него была гастрольная деятельность, он уже начал выступать со своими сольными концертами, а так как был он сам пианист, пианист превосходный, то он сам уже исполнял свои произведения. А произведения, могу сказать, были неординарные, не похожие на музыку тех композиторов, даже в которых он учился. И тогда были споры и критические замечания в адрес молодого Прокофьева. Но никогда на это не обращал внимания и писал то, как он чувствовал, как он хотел, и сам же свои технические и сложные произведения восполнял. Когда в 1910 году умер его отец, Прокофьев вместе с мамой в последний раз приехали в наше село, когда ему было уже 19 лет. Они передали дела отца помещику Солнцеву и навсегда покинули наши село больше, Прокофьев сюда никогда не возвращался. А после революции дом, где они жили, мы просто разграбили, что дом помещиков в то время, как у участия подвергались, дома богатых рыдей. Но когда Прокофьевы езжали, часть мебели, домашняя обстановка, что было в доме, они не могли все забрать. Поэтому часть отдали в церковь, что-то отдали просто сельским жителям, тем же служащим, которые служили в помещичьем доме. И вот когда мы создавали наш музей, мы смогли собрать вещи, которые уцелили, и посоздать интерьер дома, где жил Сергей Прокофьев. Он в конце жизни написал свою авториографию, и первая часть посвящена полностью жизни Сергея в нашем селе. Он хорошо описывает дом, в котором он жил, чтобы дом был хоть и одноэтажный, но очень большой, светлый, было много окон, под домом росла сирень, в доме было много цветов. И вот мы именно по воспоминаниям самого композитора решили хоть немножечко сделать такую обстановку дома, где он родился и вырос. И то, что вы видите, это все подлинные вещи, столики, пилоты, книги, часы, подлинные фотографии, граммогонки, самоварки, стулья, такие любые домики, шахматы. И в Прокофьевке я говорила, что он был разно увлеченным ребенком и рано научился играть в шахматы. А в 18 лет он уже был очень сильный шахматист и сыграл нечущим в Леоном Мира Ласкера. Его друг, который жил здесь уже в Солнце, ветеринарный врач-маралек, он служил у отца, он всегда ему создавал партию шахматы. И он не был музыкантом, но любил слушать, мог часами сидеть слушать музыку Сергея Прокофьева. То, что он написал, когда учился в консерватории, он же приезжал на каникулы, всегда исполнял новые свои произведения. А за отличное окончание консерватории мама оплатила Сергею в поездку за Калинингом. Едет в город Лондон и знакомится с музыкальной империей.